шалом мои дорогие друзья с вами раввин каплан и речь сегодня пойдет о одном из самых изумительных явлений природы это радуги над сущностью этого явления люди задумывались издавна радуга является спутницей дождя время ее проявления зависит от перемещения дающего ливневые осадки облака радуга может возникнуть как перед дождем так и в процессе выпадения осадков или по окончании этого процесса обычная радуга представляет собой цветную дугу с угловым радиусом 42 градуса дуга просматривается на фоне дождевой завесы и радуга наблюдается в той стороне невосхода которая противоположна солнцу чаще всего такие условия создаются летом во время так называемых грибных дождей центром радуги является антисолярная точка эта точка диаметрально противоположна солнцу в радуге дорогие друзья различается семь цветов появление радуги описано в нашей недельной главе но о котором мы сегодня и поговорим и сказал всевышний но и сыновьям его с ним так вот знак союза который я полагаю между мною и между вами и между каждым живым существом что с вами на вечные поколения радугу мою помещаю я в облаке и будет когда наведу облака на землю и появится радуга в облаке и вспомню я союз мой и вода не сделается более потоком которая губит всякую плоть берешит 9815 до потопа это естественное явление не проявлялось каким-то образом в эпоху до потопа взаимодействие атмосферной влаги и солнечного света не давала эффекта радуга радуги и только после потопа механизм этого взаимодействия был так сказать запущен создателем радуга стала знамением его нового завета створения давайте попробуем разобраться как это произошло и почему давайте мы с вами вспомним что духовное и физическое это две стороны единой реальности и упомянутая нами изменение характера взаимодействия между атмосферной влагой и солнечным светом выражает более сущностное духовное различие между миром до и миром после потопа а также изменение отношения бога к павшему миру уже рассказ торы о первых 20 поколениях населявших землю дает представление о двух главных отличиях до потомного мира от эры после потоп до потопные поколения дорогие друзья имели куда большую продолжительность жизнь мы читаем о том что до потопные патриархи жили по 800 900 и даже тысячу лет кабла объясняет стол долгую продолжительность жизни первых поколений тем что до потопная эпоха время божественного благословления когда жизнь здоровье и богатство свободно и беспрепятственно изливалась свыше после потопа наблюдается последовательное сокращение продолжительности жизни сына ноха шем жил уже 600 лет а сын шема 438 лет терах отец авраама принадлежащий к девятому поколению потомка в ноха жил 205 лет а сам авраам 175 второе отличие может показаться никак не связанным с первым более того ему противоречащим после потопа мир обрел стабильность и устойчивость которыми до потопа он не обладал до потопа существование мира ставилась в зависимость от состояния в нем морали и когда человечество впала в порог и погрязла в насилие бог сказал ноху конец всякой плоти настал передо мной ибо вся земля наполнилась насилием от них и вот я истреблю их землей берешит 6 13 после же потопа бог воскликнул не буду более проклинать землю за человек впредь во все дни земли сенья и сжатого холод и тепло лето и зима день и ночь не прекратятся берешит 8 21 22 более цикл жизни и природы никогда уже не будет под угрозу уничтожения как бы человек не удалялся от бог мир после потопа это мир существования которого гарантированно мир желанный создателю независимо от того следует ли он его воли или нет радуга же выступает гарантией этого но и новой стабильности и и символом после потопа бог дал миру новые силы творить он даровал сущему способность развивать полученное свыше продлевать и распространять то что неспослано от бога отныне дорогие друзья человек был способен не только впитывать то что посылает ему от бога но и прилагать неспосланное к жизни совершенно новым порой неожиданным образом радуга дорогие друзья естественный феномен в котором проявляются эти новые качества свойственном миру после потопа влага испаряется земли образуя облако и дождевые капли которые улавливают солнечный свет благодаря чистоте и прозрачности мелких капель воды те же фокусируют и преломляют свет таким образом что проявляется все многообразие цветов спектра мир до потопа не знал радуги прежний мир был лишён той сущности которая могла бы восходить к высшему чтобы взаимодействовать с тем что с небес не спосылается нашему миру развивая его и взаимодействия с ним такова была духовная природа этого мира и соответственно в нем не было условий для проявления физической радуги водяная взвесь в воздухе могла лишь поглощать но не могла отражать солнечный свет дожди потопа не только положили конец тому миру погрязшему в порче они омыли и очистили его как что склынувшие воды потока оставили после себя новый мир обладающий новой природы мир где открыта возможность к восхождению во имя встречи с высшим также как возможность к трансформации полученного свыше этот мир дорогие друзья прозрачный чист настолько что полученная как дар свыше в нем можно преобразить в нечто новое исполненное многоцветием и светом для всех народов радуга стала символом страхового полюса еще и потому что она всегда напоминает нам о том насколько важно для существования этого мира чтобы человечество исполнила возможный на него со времен первого человека адама всем заповеди и какой страшной катастрофе которую мы читаем нашей недельной главе может привести чтобы она не привело мудрецы говорят что не стоит однако пристально всматриваться в радугу ибо в ней миру является шхина явное раскрытие божественного присутствия когда она повисает между туч надо бросить на нее быстрый взгляд и прочесть беркат а кеша благословление радуги бару хата а душем элокейну мэле гаулям зохер это обрит в неймар в иврит о века ям ба ама о благословен ты гошем бог наш царь всего мира помнящий союз с нохом и верный союзу своему и наполненный наполненным свое и выполняющий свое обещание радуга называется на иврите кешет также как и лук из которого можно пустить стрелы и это не случайно видели ли вы когда-нибудь лук он имеет форму дуги также как и радуга когда радуга появляется на небе она похожа на лук перевернутый таким образом что из него невозможно выстрелить в сторону земли вот раньше когда главным оружием на войне были луки и стрелы перевернутый ру лук к небу служил символом перемирия в этом еще один намек на обещание всевышнего не наказывать наш мир такое напоминание должно послужить тому чтобы пробудить в людях мысли о самоисправлении и улучшение этого я нам всем и желаю браха ва слаха будьте здоровы шаббат шалом всего самого доброго ваш раввин капла а